Тетя Маша подов девяти весу и соответственного роста. И взгляд у нее такой, будто она спрашивает каждого, «А хочешь вот я тебя сейчас так прихлопну, что мокрого места не останется?» Ну, естественно, никто, очевидно, не хочет этого. И каждый смиренно сторонится, когда тетя Маша величественно проходит, не уступая никому дороги. Если она при этом и кивает милостиво головой какому-нибудь знакомому, то и тут, кажется, говорит, «Ну что ж, и кивнула, а все-таки берегись, прихлопну». У тети Маши муж присяжный поверенный. Трое детей, а при них фрейлин. «Ваша фрейлин сколько получает?» спрашивает тетя Маша у кого-либо из знакомых. «Двадцать пять или тридцать?» «Может, сорок?» «А моя пятнадцать?» «Весь дом у ней на руках. Если я не могу выйти из дому, она ходит с кухаркой на базар, а когда дети ложатся спать, то шьет. И при этом очень дорожит своим местом». Но в последнем-то никто не сомневался. Достаточно посмотреть в испуганные глаза хорошенькой и миловидной фрейлин, чтобы убедиться, как она дорожит своим местом и как боится в чем-нибудь провиниться перед тетей Машей. Муж боится жены, дети боятся матери, весь дом боится и дрожит, когда входит в него тетя Маша. Дрожит пол, дрожат безделушки в этажерке, позвякивают старинные подсвечники с хрустальными подвесками. Еще маленькой девочкой тетя Маша нередко смотрела, как переливала солныца в граненых призмах этих подвесок и думала о своем, тогдашнем, девическом, и мечтала. А теперь тетя Маша все давно передумала. И когда фрейлин, оправдываясь, говорила «Я думала», тетя Маша ее с ухо обрывает. «Надо не думать, а спрашивать меня». И что не спросишь у тети Маши, ответ на все готов. Ее студент, племянник, Леня, порядочный, к слову сказать, шалопай, зная эту слабую сторону оракула, собираясь попросить у тетки взаймы три, пять, а иногда, может, десять рублей, и задавал ей сперва целый ряд вопросов. «Ты как думаешь, тетя Маша, у дяди Ники будет урожай?» «Нет, не будет», — отвечает тетя Маша. «Значит, опять насчет денег будет у него плохо?» — спрашивает студент. «Конечно», — соглашается тетя Маша. «Дяде Ники всегда будет плохо насчет денег». И далее следуют доводы. Леня подумает о чем-то, потом снова спросит. «А как ты думаешь, у тети Нины дети правильно воспитываются?» «Да, конечно же, нет», — выкрикнет тетя. «И опять следуют доказательства». А Леня продолжает. «У тебя, тетя Маш, удивительно говорит логичное мышление. Ну, а война, тетя Маш, с японцами, как думаешь, будет?» Тетя Маша все время настороже и сухо отвечает. «Ну, это уже политика, и до меня не касается». Леня, не замечая настороженного тона, озабоченно говорит. «Собственно, я думаю, что война, пожалуй, будет». «Ну, а я думаю, если хочешь знать мое мнение», — говорит тетя Маша, «думаю, что, пожалуй, как раз войны не будет». «Почему?» — спрашивает студент. «А потому что воевать значит рисковать», — отвечает тетя Маша. «Если дядя Ника рискует посевами, то ему и терять нечего. А рисковать такому государству, как Россия, когда сзади Японии стоят Америка, Англия, замаскированная Германия, там и Австрия, пожалуй». «Собственно, это совершенно верно», — соглашается Леня. «Ну, а вот женский вопрос, тетя Маша. Я уверен, что ты была бы таким министром, какого между мужчинами не сыскать». И если тетя Маша снисходительно улыбается, Леня думает, клюет, и через полчаса выходит из квартиры тетя Маши с тремя, пятью, а иногда и с десятью рублями. А помните, что ты был мал стар и я Бога не собираю вас. Бейте тетя Маша в intermittтра, Берее. Уston с XX